Всем привет, ребята! С вами я, Стив Про, и сегодня мы с вами посмотрим на самую первую версию Майнкрафта Windows 10 Эдишн. Допыть эту версию было довольно сложно, но в итоге я смог установить версию 0.14.0. Но, как мне стало очень известно, есть еще более старая версия 0.13.0. Я не знаю, у кого была эта версия, возможно, что эта версия была только у разработчиков, но найти ссылочку на эту версию я так и не смог. Именно поэтому я скачал версию 0.14.0. Я думаю, что разница между этими версиями не такая уж и большая, все-таки разница всего лишь в одну версию. Я не думаю, что в версии 0.14.0 разработчики что-то прям глобально изменили. Поэтому давайте будем считать версию 0.14.0 самой первой версии Майнкрафта Windows 10 Эдишн Бета. Да, вот такое странное название носит эта версия Майнкрафта. И первое, что мы с вами, ребята, тут видим, это совершенно другой интерфейс, которого никогда не было в Майнкрафте Pocket Edition. Видим также странное название Minecraft Windows 10 Эдишн Бета. Это вот сейчас Майнкрафт называется просто обычным Майнкрафтом. Раньше Майнкрафт на ПК назывался именно так. И также, ребята, мы с вами видим иконку нашего персонажа, который произвольно крутится. Я, кстати, такого не помню в Майнкрафте Pocket Edition. Может, такое было, но я, ребята, не помню. Также, если мы с вами нажмем на иконку нашего персонажа, мы с вами сразу попадаем в выбор скинов. Тут есть скин Алекса, скин Стива. Можно также выбрать свой скин. И есть, ребята, вроде 7 скинпаков. Давайте почитаем. Первый скинпак, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Да, ребята, тут у нас 7 скинпаков. Я помню, что довольно часто играл вот за этого Стива, который у нас такой снежный. То есть, это у нас новогодний скинпак, который нам дали как раз-то на Новый Год. И помню, что довольно часто, ребята, играл еще вот за этого персонажа. И довольно часто играл вот за этого бумажка, который здесь называется Изгой. Ну и вот, ребята, такие скины у нас были доступны на этой версии. Давайте я, наверное, выберу скин Стива. Он мне больше нравится. Вернемся назад. И давайте теперь мы с ними зайдем в настройки. Настройки, ребята, первая вкладка. Имя. Имя изменить я не могу, потому что я автоматически зашел в Xbox Live. Дальше у нас идет громкая звука. Я специально поставил все на минимум, потому что тут прям очень громкие звуки. Прям очень-очень громкие звуки. Музыка. Я ее тоже сразу выключил. То есть, ребята, в автомате в Майнкрафте есть уже установленная музыка. Дальше идет уровень сложности. Можно поставить на максимум. Можно также изменить вид третьего лица. Я не знаю, будет ли на этой версии работать управление на кнопках. Мы сами это чуть-чуть попозже попробуем. Также есть еще функция многопользовательская игра. Транслируется локальную сеть и сетевая игра Xbox Live. Могу отключить или могу включить. Идем дальше. Второй пункт. Это у нас настройка управления. Тут у нас ничего такого интересненького нету, поэтому пропускаем. И идем в настройки графики. Первая вкладочка, это у нас яркость. Не знаю почему, но она стоит на минимум. Давайте поставим ее вот так. Дальность пересцовки поставим на максимум. Кстати, здесь не показывает, сколько это чанков. Но я думаю, что чанков это, наверное, 12, может быть, 16. Дальше идет масштаб интерфейса. О, нифига себе. То есть, я могу сделать вот так. О, мне кажется, ребята, что так классно. Но давайте мы сами оставим его вот так. Также дальше идет поле зрения. Поставим вот таким образом. Полный экран. Пока еще нет камеры. Классная графика. Все стоит. Красивое небо. Анимированная вода. И все, ребята, больше никаких настроек здесь у нас нету. Ладно, возвращаемся обратно. Давайте зайдем в достижения. Они у нас здесь, ребята, не грузятся. То есть, их здесь как бы нету. Поэтому давайте нажмем играть. И, блин, такого реального интерфейса никогда не было в Майнкрафте Pocket Edition. Я помню, что выходили какие-то текстурпаки, которые каким-то образом переносили этот интерфейс с Майнкрафта Windows 10 Edition в мобильную версию Майнкрафта. И даже, по-моему, делал обзоры. Но, блин, ребята, такого интерфейса официально в Майнкрафте Pocket Edition никогда не было. Ладно, нажимаем кнопочку «Новый мир». Дополнительно. Так, здесь мы с вами можем поставить бесконечный мир. Либо плоский. Давайте поставим бесконечный. Ключ генерации трогать. Ну, ладно, давайте напишем что-нибудь такое. Давайте напишу, ребята, «Стив Про». Так, «Стив Про». Вот так, готово. Мой мир и создать новый мир. Так, генерация ландшафта. Все, мы с вами появились. И что я, ребята, вижу? Так, я пока вижу только то, что у меня довольно плохая чувствительность. Поэтому давайте идем в параметры в настройки. И я выкручу ее побольше. Вот так, наверное, будет получше. Да, вот так намного лучше. Так, ребята, что я вижу? Ой, смотрите, кнопка сама зажалась. Ребят, у меня зажалась кнопка. Офигеть. То есть, смотрите, я лечу. Я это не специально сделал. То есть, у меня зажалась кнопка. Подождите, а что такое? То есть, здесь, в этой версии, зажимается кнопка. То есть, я зажал пробел, отпустил. И он, ребята, все равно поднимается. Как-то странно это все работает. И я чувствую какие-то микролаги. Они прям очень такие маленькие лаги. Вы их, ребята, не чувствуете. Но вот, как видите, вот смотрите, я прыгаю. И пробел иногда просто сам... Вот, вот, вот. Вы сами видите, что он зажимается. То есть, это не я делаю. Это так в Майнкрафте. Довольно странная какая-то фигня. То есть, это у нас уже первый баг. Давайте мы с вами откроем интерфейс. Думаю, что все вы хотите, чтобы я это сделал. И вот таким образом, ребята, у нас выглядит выбор блоков. Ну, на самом деле, ничего прям такого, все-таки, естественно, я тут не вижу. То есть, обычная менюшка. Вижу лаги, когда мы с ними меняем пункт выбора блоков. То есть, есть, ну, небольшие лаги. Ну, а так, вроде бы, это все нормально. То есть, вот менюшка. Прямо как на версии Java Edition. Фпс-ки, конечно, чуть-чуть не хватает. То есть, хоть у меня счетчик и показывает, что 75 фпс. Но я прям чувствую микролаги. То есть, есть прям такие маленькие-маленькие лаги. Возможно, вам их, ребята, на видео не видно. Но когда ты играешь, ты это все прекрасно чувствуешь. Кстати, интересно, а здесь есть автопрыжок? Так, параметры. Автопрыжок. Пока что я его не вижу. И, походу, ребята, в этой версии у нас нету автопрыжка. Да, обидненько. И он, походу, появился только в версии 1.0. Но вот что за баги с пробелом? Почему он вот так зажимается? Это мне прям вообще непонятно. То есть, ребята, просто зажимается пробел, и он сам летит куда-то вверх. Максимально странно. И, кстати, давайте посмотрим, какие у нас мобы доступны в этой версии. Мне даже самому стало интересно. И вот, ребята, столько мобов у нас доступно в этой версии. Все-таки это версия 0.14.0. Ну и прям чего-то необычного. Вот я не вижу. Можно, конечно, сейчас еще проверить команды. А их, по-моему, тут, ребята, нету. Да, у нас в этой же версии точно нету команд. Офигеть, блин. Давайте напишу привет. Ну вот, таким образом, у нас, ребята, выглядит чат на этой версии. Команд вообще у нас на этой версии нету. Я уже вообще про это забыл, что у нас были версии, на которых у нас не было команд. Кстати, также посмотрите на дальность прорисовки. Она у меня выставлена на максимум. Но я еле-еле вижу вот эту деревню. То есть, как бы, мой компьютер может спокойно потянуть GTA 5.0 тракт, но в Майнкрафте у меня прям еле-еле видно вот эту деревню. То есть, дальность прорисовки тут прям очень низкая. Такое ощущение, что я играю прям на самом слабом телефоне. Вот, ребята, и деревня. Жители здесь у нас не торгуют, по-моему, как я знаю. Да, они не торгуют. Они полностью бесполезны в этой версии. То есть, с ними можно просто пожить. Они будут вас бегать. Будут вас тревожить. И какого-то толку от них здесь нету. Голебо, ребята, также не испавнится. Потому что это у нас еще такое прям старое обновление. Ну, короче говоря, что я могу сказать. Мне эта версия понравилась. Прям какая-то ностальгия. Потому что я помню, что я, когда купил впервые Майнкрафт Windows 10 Edition, у меня была версия, по-моему, 0.15.0. То есть, ребята, для меня это прям небольшая ностальгия. Ну, а для вас просто очередное видео, в котором вы узнали, какая была самая первая версия Майнкрафта Windows 10 Edition. Нет, конечно, было бы классно достать еще версию 0.13.0. Но я думаю, что в этой версии особо-то ничего не изменилось. Поэтому, ну, поэтому, ребята, давайте будем считать эту версию самой первой. Кстати, хотел еще проверить кнопки быстрого доступа. И да, они тут работают. То есть, я могу быстро переключать вид третьего лица. И знаете, у меня такое ощущение, что здесь какое-то немножечко другое освещение. Посмотрите на голову Стива и посмотрите, как на нем меняются тени. То есть, такое ощущение, что в этой версии немножечко другое освещение. Персонажа. Может быть, мне, конечно, их уже кажется. Ну, вот, ребята, такая версия была сегодня на обзоре. То есть, это достаточно сергический обзор старой версии Майнкрафта. Если, ребята, это видео вам понравилось, то тогда обязательно поставьте лайк. Ну, а на этом все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok